добрый день дорогие зрители в сегодняшнем видео мы взяли интервью у двух владельцев таксопарков и доставок поэтому не я буду вам сегодня рассказывать а владельцы бизнеса будут отвечать на вопросы список вопросов у вас на экране тайм-коды в описании по каждому вопросу вы можете перейти и послушать как люди ведут бизнес на электромобиле спасибо огромное за ваше внимание мы начинаем добрый день попросим вас представиться как зовут какой собственно таксопарк представляется зовут меня григорий предоставляю компанию лик стрингл на наш таксопарк имеем распоряжение более 20 уже автомобилей именно электро вот естественно приехали к вам приобрести еще парочку добрый день меня зовут никита я представитель бренда на сегодняшний день развивающегося в минске автозапчастей на базе бай и также курьерский таксопарк в городе минске проживаем ну смотрите на рынке мы уже с 2019 года именно по автомобилям такси есть у нас и dvs машины вот dvs машина с полностью устраивали все супер дать логу как пришли соответственно электроавтомобили мы начали считать и смотреть что электроавтомобили выходит ну более выгодно и по обслуживанию и по эксплуатации вот то есть есть больше преимуществ по сравнению с dvs машины да хорошо а какие тогда недостатки что все-таки тормозит весь там парк не поменять на электромобиле принципе это особо ничего не тормозит но больше всего причина какая есть что все-таки у нас так как не всегда тепло вот наступает холода соответственно как у любого электроавтомобиля падает пробег его такси реально запас хода и соответственно как бы вот может быть по этой причине мы полностью не приходим хотя существенно тут какую-то проблему в этом не видимо ну скажем если бы пошли такие химии батареи которые вы вели себя одинаково как летом так и зимой то это бы только в плюс казалось скажем конечно электромобилей такси все верно есть ряд преимуществ и на всей математике прямо ну расходник намного меньше это приятно конечно с учетом того что сейчас еще маланка поощряет большие объемы киловатт расхода киловатт а можно вот за это поподробнее потому что мало юрлиц вообще об этом на самом деле знают при достижении определенного оборота по киловаттам по затратам киловатт в месяц на следующий день юрлицу присваивается скидка до 15 процентов то есть мы сейчас вот дошли до скидки в 10 процентов ну как как только запустится там еще семь машин то я думаю что мы до 15 до ковыляем потому что 15 процентов на объеме это очень-очень важно экономичность с машины двигателя внутреннего сгорания отличие по расходам составляет примерно там на 30 на 40 процентов дешевле содержать электромобиль чем машину с бензином или дизелем нет есть конечно дешевле двыски есть дешевле но вопрос же в качестве этой двс машины с двсом потому что основная проблема это наверное количество расходов на нее на 100 километров это первое второе это вот эти техническое обслуживание раз десять тысяч то есть масла фильтра цепи все что угодно также туда же относятся колодки тормозные диски все это изнашивается гораздо гораздо чаще гораздо быстрее чем на машине с электрическим двигателем электромобиль даже обходится дешевле изначально да еще и дешевле обслуживать еще и у вас бонусы за тариф и так далее до 100 процентов страхи были они сбылись страхи были во первых все таки это повышенный риск автомобиль эксплуатации автомобиль именно такси так как он ездит постоянно по городу передвигается были страхи то что машину побьют допустим и запчастями как вопрос то есть с навесными там ну с парами с со всеми со всеми запчастями вот этим вот столкнулись было у нас уже такой инцидент побили машину соответственно как правило практика показала запчастями вопросов никаких нету все можно приобрести на крайняк на край так скажем доставить с китая из китая привести самая большая проблема это только запчасти кроме запчастей наверное больше нас ничего не волнует ну и как этот вопрос закрыли запчастями дан сегодняшний день закрыли запасом хода мы конкретно берем автомобили с батареи 57 киловатт потому что сам я уже на электромобиле прекрасно понимаю что такое батарея то 40 киловатт 45 это очень мало и как раз таки вот эти сверх там 17-12 киловатт до дают комфорт потому что человеку для смены в принципе этой батареи хватает если даже не на всю смену то там на 70 процентов откататься дальше он там зарядился за 20 30 минут поехал дальше с учетом всех этих потребностей сын достаточно идеально вписывается в нашу картинку бизнеса который пытаемся сейчас построить то есть в целом вы для себя выявили что там 65-70 киловатт час можно автомобиля рассматривать бизнес это комфортно для использования потому что у человека есть смена когда-то он все равно же там справляет свою физиологическую нужду он покупает воду где-то есть он соответственно остановился у магазина поставил машину на зарядку потратил 20 30 минут на свои моменты и по сути у него как бы рабочий день идет без перерыва на зарядку потому что ну есть же какие-то вещи все равно не может маслать 10 часов не вставая сиденья это сто процентов конечно человека должен быть перерыв с учетом того что сейчас наступает время вступления в силу закона который в рб подписывают о реестре для таксопарков то есть это такая штука которая будет как раз таки рекламентировать режим труда и отдыха для сотрудника может там 12-16 часов без перерыва ездить да да он будет работать грубо говоря у этих наверное что фуры ездят водители у них карточка вставляющий пошли счетчик у нас не карточка там они хотят сделать электронный реестр в котором человек при попадании туда электронно якобы будет это контролироваться его отдых то есть он там будет отбиваться в системе каким-то образом пока это должно как яндексу подключаться чтобы при открытии начала сессии у него открывалась соответственно я думаю вряд ли они завяжут это с яндексом потому что они хотят это сделать и за конкурирующих каких-то агрегаторов для всех будет закон один и для нас это большой плюс потому что мы в принципе готовы готовы мы привыкли работать в белую поэтому это прикольно наоборот мне кажется это очень сильно почистит рынок хорошо а таксисты не жалуются на то что маленький запас хода нет нет именно на ценах на ценах не они реально могут проезжать 350 километров смело 350 400 этого более достаточно для смены этого этого более чем достаточно то есть с учетом того что я опять же говорю понимаю прекрасно сколько сколько у машины должен быть электродвигатель примерно для соизмеримого какого-то расхода на 100 километров и с учетом этого можем понимать что этого в принципе хватает надолго прошло еще тогда такой вопрос я сам очень хорошо знаю что расход электромобиля сильно зависит от стиля вождения водителей соответственно я думаю что у вас были водители которые приходили и говорили так она столько не едет и так далее отношение и управление автомобилем для того чтобы был он экономичным и так далее вы как-то обучаете вообще своих водителей или ну там рассказывайте им или это все интуитивно становится само собой тут больше прикол в том что они смотрят в новых машинах ну там 90 процентах случаев пишется средний расход на 100 километров мы говорим что там они грубо говоря не больше 12 13 киловатт соблюдали расход на 100 километров у них все замечательно то есть с учетом все используют усиленную рекуперацию соответственно в городе тормозить особо не нужно катаешься себе там батарейка это более менее экономит расход ну и плюс соответственно за счет этого за счет того что человек ездит на рекуперации у него намного меньше расходуются те самые колодки и тормозные диски и так далее плюс еще тоже очень сильно заметили что бы войди на своих машинах последние особенно годы начали использовать торможение с помощью электродвигателя усиленная то есть если раньше в силу вступали быстро колодки то сейчас при нажатии тормоза не всегда колодки будут сразу срабатывать сначала будет тормозить полностью электродвигателем и только потом уже колодки и диски будут вступать все верно у антона на хане была такая история он пошел техосмотр проходите ему говорят у нас колодки не работают да потому что всегда тормозил двигателем и в принципе эти колодки никогда ему не зажимали на расходниках это действительно хорошо сказывается ну ужились по-любому человек такое существо сами знаете привыкает быстро адаптируется тут сразу конечно это неудобно некомфортно то есть тратишь на это как будто бы время больше но по факту на самом деле если сравнивать допустим вот мы обсуждали dvs машины там те же заправки газовый или еще какие-то то там тоже тратится время по сути это время можно провести с пользой например сходить на обед там отдохнуть чуть-чуть доехать домой и машина заправится как бы это даже какой-то части преимущества вообще человек который планирует свой день может с этого взять еще и какой-то да взять плюс вы пока машина заряжает соответственно перешать свои вопросы какие-то но сейчас если мы берем именно то есть как вид топлива то есть электрический и газ допустим да то на первом месте сейчас по моим подсчетам и наблюдением то есть все таки идет метан вот если мы сюда добавляем что все таки это метановая машина на dvs да ее обслуживать надо соответственно и оборудование туда это поставить потому что большинство машина недалеко не идут с газовым оборудованием уже установлены то тут как бы выигрывает уже электричество вот если заряжать электрический автомобиль ну эксплуатировать они коммерческой не коммерческой деятельности для личных ну цели там на работу ездить и у вас есть дома зарядка так сказать часто дом то это вообще еще дешевле чем метан то есть плюс минус один к одному может быть чуть чуть дешевле там опять же мы сравниваем что и там и там человек заряжается в черте города то есть не дома если человек заряжается дома то экономия даже в сравнении с газом может быть в два а то и в три раза меньше потому что домашний тариф ночной есть там люди заморачиваются некоторые у кого частные дома они берут медленную зарядку заряжают там пускай даже за ночь 30-40 процентов этой машины но при этом если мы берем разберу разобьем точнее всю дистанцию там на неделю на месяц и что он вот каждый раз сэкономит там по 5-10 рублей в месяц эта сумма вылазит ну для таксиста она достаточно ощутимая с учетом того что ты либо ее от отдашь на топливо либо не отдашь никому оставишь себе в кармане поэтому экономия вот такая если подытожим если короче в городе не заряжать просто на маланке то экономия и там практически нету а если мы берем дом то до экономия в 2-3 раз мы заказали себе самые часто бьющиеся кузовные запчасти в том числе и лобовые стекла для того чтобы в случае дтп мы могли быть подстрахованы у нас машина не простояла там два-три месяца тот момент когда будет ехать запчасти то есть машина попала в дтп отремонтировали там в течение двух недель и поехала дальше с это один из самых адекватных какой бюджет пришлось затратить на запчасти вот заморозить чтобы они лежали здесь чтобы быстро и оперативно реагировать на какие-либо поломки в районе 15 тысяч 15 тысяч долларов то есть а простой например месяц ожидания запчасти одной машины сколько обходится таксопарку плюс минус в районе 1000 долларов ну то есть понятно на объеме имеет смысл иметь свои запчасти чтобы машины постоянно бесперебойно двигались и приносили деньги вопроса бизнеса получается очень неудобно когда запчасти нету в наличии неудобно машина должна работать неудобно соответственно на сегодняшний день насколько есть запчасти доступе на рынке rb я бы сказал что есть все практически запчасти в доступе на rb прям по наличию прямо сейчас тут сам ценник очень кусается да то есть где-то лучше подождать наверное чтобы запчасти пришли нежели покупать здесь а что-то уже закупаете впрок в смысле запчасти например там фары кузовщину лобовые запас прозраться нет не по не покупаю не покупаем только по факту тут невозможно период угадать что необходимо одержать что-то в наличии то есть морозить свои средства нет никакой необходимости нет на цене в одном который мы пригоняли с пробегом на 80 тысячах там у нас сейчас проблема с не то что проблема вроде бы как это устранили но иногда может появляться ошибка проблема с рекуперацией то есть там колодки включаются настолько сильно что машина аж начинает дергать слишком резкое торможение вот но опять же вроде бы это контроллер плату поменяли решили про меня ли просто удалили все ошибки вроде в машина катается в общем ну в целом глобально они без болячек ну пока да но опять же мы не можем судить так быстро потому что для машины которая проехала там условно полгода выяснить все проблемы которые начнут вылазить еще нереально знаем что в одной машине еще тоже бушный редуктор подходит к симологическому завершению ну сейчас с этим что-то будем думать как его ремонтировать потому что ну на новых машинах вообще ничего не меняли вообще ничего не делали а сколько самый большой пробег у самой старой машинки который у вас есть у и наверно в районе 100 тысяч уже где-то 100 тысяч и в принципе там не менялось ничего не в старых машинах которые мы в которых по 100 тысяч там уже поменяли рычаги в круг поменяли шаровые в круг задние плавающие рычаги тоже поменяли саморегулирующиеся рычаги поменяли ступичные ступицы в сборе тоже должны вот-вот поменять потому что там водители жаловались ну а так в целом наверное больше ничего в общем на самом деле все элементы которые подносятся поддаются износу у них есть свои то времена рамки и тогда но это все очень логично просто бил упали а восстанавливали то есть ну на сегодняшний день ну мы так думали сейчас немножко поменялось мнение мы думали что восстановить запчасть гораздо дешевле чем привезти из китая ну как то все равно короче сейчас вроде бы нашли рычаги подешевле и по итогу проще уже все таки заказать это да но если так подытожить то на самом деле получается для вас как для бизнеса прямо на рынке в свободном доступе всех запчастей вот возьми не хочу по вменяемой цене просто нету приходится самим этим запариваться правильно то есть никто не создал никакого склада где-то большого где вы знаете что на вашу машину все есть и вы не паритесь да либо если есть то цены наверное сейчас просто ну крути большие сейчас нашли там гораздо ниже цене с учетом доставки всего остального я понимаю естественно что мы не будем у тех кто привез это для реализации я понимаю что ну как бы у них своя идея для того чтобы заработать мне к сожалению идея для того чтобы минимизировать максимально затраты чтобы больше зарабатывать потому что я так понимаю бизнес такой что все попадает грубо говоря на баланс а дальше пошли расходы 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 и каждую мелочь ты пытаешься сэкономить они увеличили так ну давайте начнем по пробегам пробеги машины сейчас у нас уже по два года есть около двух лет вот даже больше некоторые в среднем у них уже пробеги свыше 100 тысяч километров за 100 тысяч километров за этот пробег принципе на конкретной модели я могу сказать это by the delphin delphin на нем ну какие расходные части как в любом автомобиле то есть это стойки стабилизатора что там еще ну больше мы так особо и ничего не меняли какие-то соленок масло в редукторе вот кстати спасибо что напомнили раз 30 тысяч меняем масло в редукторе первую обкатку делаем буквально до 1000 километров сразу меняем масло ну и стараемся раз 30 тысяч меняется масло это не сильно затратно и масло там не сильно много поэтому не грех его так сказать по счастью чаще вот и все и получается фильтр салона по необходимости фильтр салона фильтр салона по необходимости как уже соответственно запотевает но по регламенту 30 тысяч как двигатели электроники батареи еще ничего а можно тогда чтобы зрителям было понятно о каких машинах мы говорим от марки модели чтобы они понимали что вы пользовались и что действительно вы говорите что ну по крайней мере в вашем примере не ломалась пользуемся в основном начинали и пользуемся до сих пор это биоиде дельфин самая такая я бы сказал машина удобная во всех планах то есть и тарификация в ней интересно идет именно если таксопарк брать захват практически все тарифы и ну вот ее пример сейчас вот едва наступаем машину в принципе и база у них одинаковая только внешность отличается а если там года три назад мы возьмем все очень очень сильно боялись сейчас все больше и больше и больше начинают задавать вопросов даже при том что я не занимаюсь продажи но меня спрашивают какую электричку купить какая прикольная потому что ну сам я начал ездить на электромобилях уже где-то лет пять назад ну конечно тяжело пересесть с электром с электротяги на двс очень тяжело пересесть потому что первая динамика плохая при любом раскладе на двс если это там не ну как минимум коробка передач постоянно переключается и храни вот это да линейное ускорение в общем по прямой у тебя ты не чувствуешь ничего просто плавный разгон либо резкий разгон не все их понимали но когда сталкивались именно с электромобилями уже поездили на них клиенты и водители дают такие отзывы то есть всегда приятно что приезжает принципе новая машина потому что электрички как бы они не распространены еще так скажем у нас особо если есть маленькая ремарка просто что электромобиль из китая экспортируется за вычетом налогов если но если был то все налоги не вычитается поэтому новую машину просто бизнесу даже дешевле вести на этом все машины у нас действительно мы тут говорим про клиенты как бы именно пользователи как водителя то есть и клиент она не ездит вот плюс многие еще ездят заказывая электротариф в часы пик очень удобно добираться допустим в часы пик с точки а в точку б есть пока нам разрешает только единственная страна которая хоть разрешила ездить по автобусной полосе то есть это преимущество и кто вот уже знают пользователи именно как передвигается на такси вот часто используют эту фишку вот это даже второй момент что опять что новый автомобиль заказав электротариф ты понимаешь что тебе приедет ну свежая машина достаточно dvs ок 0 вообще ни одной на сегодняшний день в районе 30 автомобилей все электромобили все билет из мобили нет не все биоэдицины нас есть культмистера у нас есть один тон фэнк есть volkswagen ела вида ну в общем-то на фоне всех этих автомобилей цены пока этот прям самый сок то есть лучше лучше машины для такси для себя я не нашел рассматривали много чего и бейди едва и дельфинов да в целом же я вот нету x предлагал но так как я понимаю бизнес проще на одной модели завязать да и мы имеем вот этот вот зоопарк тут еще смысл да конечно в том чтобы пригнать там условно по 10 15 20 позиций на как бы там колодки диски рычаги я не знаю двери и чтоб все это было на одну машину потому что когда начинаешь распыляться ну очень не хочется морозить большое количество денег это проблема самая большая потому что в принципе две машины стало с двух собрали одно одна поехала одна стоит как бы ну даже такие базовые вещи для бизнеса в общем гибкость выбирается гибкость чтобы спокойно заниматься не распыляться высоким району всю эту историю да сейчас концепция такая вообще не покупать двс машин то есть который есть двс машины мы просто докат и приобретаем вот там быть видно вопрос тогда сразу почему принято такое решение какие ключевые факторы ключевые факторы обслуживание машины цена принципе ее это что мы обсуждали там дельфины и едва ну и сам большой фактор это обслуживание такие автомобили плюс страховки на нее дешевле за счет того что-то электроавтомобиль только одни так сказать одна экономия особенно в долгосроке долгосрока то есть для тех кто играет грубо говоря не фирмы однодневки и так далее то в принципе в эксплуатацию юрлицам брать в долгосрок это всегда победа пока что это идеально особенно ну учитывать здесь же и какие факторы в китае субсидируется это все у нас субсидируется то есть мы нигде никому из государства не платим это прям ну золотая жила производитель государства ничего не зарабатывает потребитель государства ничего не зарабатывает то есть как бы и окошко не такое большое осталось вот странно что уже хочется с рупором ходить по улице вы орать типа люди покупайте просто электромобили все просто покупайте дешевле дешевле они не будут все это сто процентов хорошо такой вопрос точнее не вопрос кому бы могли дать рекомендацию из юрлиц обратить внимание на электромобили себе вот в работу кому это может быть выгодно по вашему вот уже мнению когда как вы ими пользуетесь опять же сколько уже пользуетесь электромобилями суммарно уже пять лет пять лет конкретно для бизнеса используем полтора два года ну прям мы не берем там в разрезе одной-двух машин вот именно берем хотя бы 10 это последний год наверное используем это количество я спустя год я понимаю что конечно перспектива в этом большая если наше государство будет дальше все субсидировать дай бог то конечно будет гораздо проще и по деньгам и по развитию то есть все пока что все этому способствует чтобы дальше посмотрим то есть принципе можно дать рекомендацию каждому собственнику бизнеса подойти к своему бухгалтеру и спросить какие льготы какие выгоды дарматизацию и так далее просчитать и dvs решение и соответственно электрических потому что действительно для многих это может оказаться действительно выигрышным бизнес должен уменьшать затраты чтобы увеличивать прибыль да да с учетом этого ну там живой очень много сейчас субсидий это инвестиционный вычет и тот же ндс на автомобили которые ты привозишь и не уплачиваешь ндс поскольку его нету короче короче прошли на ндс и опять же даже если покупку с ндс то можно использовать налоговый вычет тогда в этом случае да то есть для юрлицы в любом случае подходите к своим бухгалтерам задавайте вопросы что сказать принципе мы все обсудили так сказать по интервью что хочу сказать что не бойтесь принципе приобретать электроавтомобили посоветовал бы тот кто еще не приобрел и задумываться допустим о покупке электроавтомобиля начать с минимального хотя бы прийти вот в компанию электрокарс взять машину на тест драйв посмотреть пощупать и так изнутри ну и уже как бы самим принять решение а если вы хотите действительно понять что такое электромобиль и не слушать продавцов возьмите его в аренду как вам советует наш партнер аренда электромобилей доступна у нас на сайте сейчас увидите это на экране переходите ссылка в описании хорошо смотрите если кто-то из наших зрителей например хотел бы поработать на электро авто какие-то контакты оставите понимали куда обратиться действительно ну потому что немало людей у нас занимается доставкой такси и если они хотят попробовать электромобиль поработать на нем можно себя рассматривать они используются связаться с вами без проблем если не трудно вы просто значит там по своим видео закрепить так сказать или где можете оставить наш официальный сайт номер телефона можно зайти на наш сайт изучить наш продукт все тогда связаться с нами приехать все на улице все отлично тогда все данные стороны в описании спасибо вам огромное за уделенное время и вам спасибо до свидания если вам было интересно ставьте лайки подписывайтесь и пишите комментарии для нас ваша активность будет полезна если есть какие-то другие вопросы которые вы хотели бы задать пишите тоже в комментарии потому что также будем общаться с другими нашими партнерами а также будем общаться с клиентами и водителями которые работают на коммерческом транспорте огромное спасибо за ваше внимание с вами были электрокар.бай ян шарапов до скорых встреч